Информационная бомба для Старого Света. Так многие в Европе отреагировали на документальный фильм «Поле Мэрэра. Маски революции», который в ночь на вторник, несмотря на протесты Киева, все-таки показал французский телеканал. То, что украинские власти требовали снять с эфиры ленту о событиях на Майдане и в Одессе, лишь вызвало к ней повышенный интерес. Из Парижа Яна Подзибан. Откровение и шок. Увидеть такое в эфире французского телевидения не ожидал никто. 56 минут документального фильма о событиях на Майдане и в Одессе. Крах представлений европейского зрителя. Революция на Украине стала монстром, который вскоре обернется против своего творца. Поль Мэрэра известны своими откровенными, смелыми и порой жесткими работами репортер. Его предыдущие расследования и зон конфликты боевых действий. Ирак, огонь о нации. Афганистан по следам доллара. И вот теперь Украина. Революцию на Украине я видел по своему телевизору, как все. В черном и белом цветах. Я решил приехать на Украину сам и разобраться во всем. Маски революции, так называется фильм, автор срывает со всех ее участников. Здесь и те, кто направлял представителей нынешней украинской власти. И те, кто был на передовой с оружием в руках. Правый сектор, батальон Азов. Трагедия Одессы. Изувеченные тела мирных жителей. Старики, которым удалось выжить, и горе матери, которая потеряла ребенка. Впервые в эфире французского телевидения слова и определения звучали без кавычек. Не борцы за европейские выборы Украины, а националисты. Не вооруженные подразделения, а боевики. На прямые вопросы журналисты. Ответы. Ужасающие своей откровенностью. А вот эти негодяи, которые пытались нас принудить к этому мерзкому русскому миру, для меня они заслужили такую смерть. Я не жалею ни одной секунды. К сожалению, большая часть этих мерзавцев сбежала и не сгорела в Доме профсоюзов. В расследовании журналист пытается найти истоки. Отдельный блок фильма об американских политиках, которые замечены на Украине. Вице-президент США Джозеф Байден, сенатор Джон Маккейн, официальный представитель госдепа Виктория Нуланд. Все они побывали в Киеве в разгар революционных потрясений. Здравствуйте, как вы? Я рада вас видеть. Мы из Америки. Хотите хлеба? Угощайтесь. Аккуратно и только факты, с которыми сложно поспорить. Ялта. Встреча политиков и предпринимателей. Здесь экс-глава ЦРУ работал в Ираке. Сегодня призывает поставлять противотанковое оружие Украине. Или Лоурен Саймерс, экс-министр финансов США. Украина – это аванпост наших фундаментальных военных интересов. И словно из киноблокбастеров игра в американскую армию отряда АЗОВ. Рукопашным приемом и меткой стрельбе украинцев учат западные инструкторы. Боевой дух поднимают на новый манер. Слава Украине! Героям слава! Слава Анастасии! Слава Анастасии! Сложно сказать, какая именно часть фильма показалась украинскому МИДу особенно возмутительной и заставила потребовать снять его с эфира телеканала. На странице дипредставительства в соцсетях опубликовано сообщение. Это дезинформация. Фильм дает искаженное и ошибочное представление о событиях на Украине. Есть такая поговорка – выстрелить себе в ногу. Очень странный шаг со стороны украинского посольства. Они подняли крик еще до того, как фильм вышел в эфир и сделали ему отличную рекламу. Возможно, зрители бы меньше обратили внимание на этот фильм. Судите сами. Платный канал, понедельник, поздний час. Сложные условия для высоких рейтингов. Но этой шумихой они сами же обеспечили фильму успех. Несмотря на поздний час, зрителей у кранов было достаточно. Об этом можно судить по социальным сетям. И глубокой ночью, пораженные увиденным, оставляли комментарии. Теперь мы знаем, что наша страна поддерживает фашистских боевиков, управляемых из США. Франция два года спустя очнулась лицом к лицу с Евромайданом. Но уже слишком поздно. Невероятно. Поддержка США руководителя партии «Свобода» — это все равно, что поддержка ЦРУ режима Пиночета. Сам журналист отвечает пока только в Твиттере. И коротко. Спасибо за поддержку. От комментариев перед камерой он отказывается. Меры безопасности, говорят в редакции. Накануне через соцсети в интернете автор фильма получил угрозы. Яна Подзибан, Алексей Лабушкин, Роман Гусь. Первый канал. Париж. Продолжение следует.